Серед постоянной напруги, спорт поддерживает тебя. Украина получит рекомендации от НАТО по вступлению в Альянс, но, конечно же, есть и определенные условия. Уже 28 и 29 ноября в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. Ну и, кроме того, отдельно состоится и заседание Совета Украина-НАТО. И вот генсек НАТО уже заявил, что союзники согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но напомнил, что на предыдущей встрече Совета Украина-НАТО партнеры согласуют рекомендации для Киева относительно проведения реформ, что, по словам Столтенберга, свидетельствует о том, что Альянс стремится видеть Украину в НАТО, но для этого Киев должен выполнить домашние задания и провести, наконец-то, реформы. Как бы это ни звучало, но вот Столтенберг снова на этом акцентирует внимание. Но все-таки главное внимание Столтенберг сосредотачивает на том, что союзники по НАТО внимательно отслеживают и реализуют решения, которые были приняты по поводу Украины и членства в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле этого года. В частности, напомню, что в НАТО сократили путь Украины к членству из двухэтапного процесса в одноэтапный, устранив требования о плане действий по членству для Украины. Во-вторых, был создан Совет Украина-НАТО, который является органом, где Украина и все союзники НАТО встречаются за одним столом с одинаковыми правами, с одинаковыми обязанностями. И этот орган, по сути, является таким, где можно принимать решения вместе. То есть Украина уже практически полноправный член Альянса, но вот в формате Совета Украина-НАТО, можно так выразиться. Ну и фактически 29 ноября будет первое официальное заседание этого формата, в нем примет участие госсекретарь США Энтони Блинкин. Ну и в-третьих, была согласована программа обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими силами и силами НАТО, которая поможет Украине приблизиться к Североатлантическому Союзу. Ну и, конечно, Столтенберг напоминает, что и передача западного оружия тоже создает условия для совместимости войск Украины и войск НАТО. И вот дальше Столтенберг заявляет, что, конечно, тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, боевые танки, артиллерию, обучают украинских солдат, все это очень практично помогает Украине приблизиться к НАТО, потому что наши войска все больше способны действовать и работать вместе с солдатами НАТО, основываясь на доктринах и процедурах, которые приняты в НАТО. В то же время, комментируя ситуацию, нынешнюю ситуацию на фронте в Украине, Столтенберг заявил, что о тупике, конечно же, говорить не стоит, но ситуация действительно очень и очень сложная. Агенция КНАТО назвал ситуацию на поле боя в Украине очень тяжелой. По словам Столтенберга, линия фронта с начала контрнаступления ВСУ не сильно изменилась, однако российские войска несут существенные потери как в личном составе, так и в технике. Но также Столтенберг добавляет, что сейчас на линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия, особенно на востоке Украины, поэтому Генсек НАТО добавляет, что следует четко различать то, что линия фронта практически не двигается, и то, что происходят интенсивные боевые действия. То есть тупика на фронте не видно, но, тем не менее, потери россияне несут большие. Хотя также Столтенберг четко указывает, что до завершения активных боевых действий в Украине полноправное членство в НАТО невозможно. Это вот к тем заявлениям, которые звучали, например, от Расмусена. И дальше приведу уже цитату Столтенберга. Альянсы и страны-партнеры действительно поражены храбростью и компетентностью ВСУ и их возможностью наносить удары по линии обороны россиян на оккупированных территориях. Конечно, военные достижения ВСУ можно оценивать метрами продвижения, но также можно оценивать потерями, которые понес противник. Линия фронта не сильно изменилась, но также, если российские войска несут существенные потери, как в личном составе, так и в способностях, то это является существенным достижением. Также украинцы оттолкнули Черноморский флот РФ, и это тоже большое достижение. Ну и ситуация на фронте действительно очень сложная, и мы с вами сегодня обязательно к ее обзору еще вернемся, но сейчас нужно добавить, что многое все-таки зависит от помощи от наших партнеров. И с этим в последние недели есть определенные трудности и проблемы. Уже на этой неделе Конгресс США возвращается к работе после праздничного уикенда. И вот лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил сегодня, что планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о дополнительной помощи для Украины и Израиля уже 4 декабря. Вот он утверждает, что объявление о голосовании оказывает давление на сенаторов, чтобы они все-таки пришли к согласию о безопасности границы в рамках законопроекта, в который и заложено вообще выделение помощи Украине и Израилю. Чак Шумер называет именно вопрос границы наибольшим препятствием для предоставления средств для защиты Украины. То есть вот вопрос границы, в него уперлись республиканцы и пытаются блокировать принятие решения по помощи Украине. Напомню, все это в одном пакете идет. Кроме того, Чак Шумер призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить какое-то соглашение. Причем отмечается, что почти наверняка в Сенате есть 60 голосов за то, чтобы все-таки выделить Украине еще десятки миллиардов помощи. Но республиканцы в то же время предупреждают, что они не проголосуют за этот законопроект без соглашения по границе. То есть в этом вопросе кто-то действительно должен пойти на какой-то компромисс. И Чак Шумер как раз таки и намекает, что, мол, демократам стоит провести определенные переговоры с республиканцами, чтобы двигаться в этом вопросе. А дополнительно Чак Шумер анонсировал брифинг по Украине для всех сенаторов, который состоится в ближайшие дни. И на нем он хочет еще раз объяснить, почему важно проголосовать за помощь Украине. Ну и такое стремление, оно имеет свои основания, потому что, напомню, Конгресс вот этой осенью уже дважды принимал законопроекты о расходах, которые не учитывали помощь Украине. Ну и в новом году ситуация, она точно усложнится с приближением президентских выборов. Поэтому Шумер стремится все-таки ускорить этот процесс принятия помощи, но в то же время, пока Шумер делает эти заявления, что 4 декабря точно проголосуют в Сенате и так далее, здесь нужно понимать, что потом это еще должны одобрить в Палате представителей. И вот в этой ситуации глава комитета по разведке Палаты представителей США, республиканец Майк Тернер, заявляет, что Соединенным Штатам до конца этого года будет сложно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю. До конца года. То есть фактически республиканцы в Конгрессе США стремятся связать одобрение военной помощи с усилением пограничной политики после того, как президент Джо Байден подписал вот этот временный законопроект, который продолжает финансирование правительства США до начала следующего года. И теперь республиканцы требуют изменения законов о границе в обмен на то, что они согласятся на голосование о помощи Украине. То есть по сути краеугольным камнем стала сейчас мексиканская граница. И Тернер уверяет, что если Белый дом не сменит пограничную политику, то республиканцы в Конгрессе не будут голосовать за помощь Украине и Израилю. Поэтому этот вопрос так и остается в таком подвешенном состоянии и похоже по риторике Шумера, что придется идти на какой-то определенный компромисс. Придется действительно какое-то соглашение искать с республиканцами. В то же время в Европе отдельные одиозные политики пытаются заблокировать помощь Украине и санкции против России. Сегодня издание Bloomberg уверяет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозится сейчас сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Здесь напомню, что этот саммит запланирован уже на 14-15 декабря. И сегодня глава Евросовета Шарль Мишель даже отправился в Будапешт, чтобы поговорить с Орбаном на эту тему. Но, как пишет Bloomberg, чиновники ЕС уже все-таки готовятся к худшему сценарию. И добавляют о том, что на самом деле вот этот конфронтационный тон Орбана свидетельствует о том, что, увы, но что-то изменилось в политике Орбана, и его больше не смущают угрозы задержки финансирования со стороны Брюсселя. И накануне Орбан в очередной раз заявил, что Украина, по его мнению, не сможет победить на поле боя, а на России никакой смены власти не будет, мол, поэтому нужны переговоры. И сразу после этого заявления уже глава МИД Венгрии Петер Сиярта заявляет, что Евросоюзу вообще не стоит обсуждать 12-й пакет санкций против России, пока ЕС не проанализирует последствия предыдущих 11-ти. Вот, по его мнению, санкции против России нанесли ущерб исключительно Европе, и в конце концов мы понимаем, что эти тезисы, ну, озвучивает постоянно Кремль. Но тут вдруг решил их озвучить еще и Петер Сиярта. Вот, ну и дальше давайте приведу его цитату. «В то время как сотрудничество между Востоком и Западом, давно ставшее надежной основой европейского роста, продолжает обрываться, мы обсуждаем уже 12-й пакет санкций, но не проведя честного анализа последствий уже принятых 11-й пакетов. Правильное решение, провальное, извините, провальное решение в Брюсселе в последние годы привели к тому, что европейская конкурентная способность достигла самого низкого уровня. Я буду вести борьбу за сохранение сотрудничества между Востоком и Западом». Конец цитаты Орбана. Ну и здесь нужно понимать, что такие затягивания вопроса о санкциях против России уже порождают дополнительные проблемы. А в частности, издание Financial Times сообщает, что поток товаров из Турции в Россию, которые жизненно важны для военной машины Москвы, резко возрос в этом году. По сути, это усугубляет обеспокоенность США и их союзников тем, что Турция выступает как канал для поставки запрещенной секретной продукции от своих собственных производителей. Как отмечается в публикации, растущая торговля и рост импорта Турции 45 используемых российскими военными материалов, по сути, подорвали попытки США и Европы ограничить возможности Москвы по оснащению своих вооруженных сил. И вот, согласно оценкам экспертов, за первые 9 месяцев 2023 года Турция уже сообщила об экспорте 45 видов товаров, которые США считают высокоприоритетными для России и которые, соответственно, они запретили. И вот общая сумма поставок составила уже 158 миллионов долларов. Это втрое превышает уровень, зафиксированный за тот же период 2022 года, когда началась полномасштабная война России против Украины. Ну и вот в знак того, что сдерживание этой торговли стало для Вашингтона приоритетом, в Анкару и Стамбул отправляется заместитель министра финансов США Брайан Нильсон. И вот он как раз намерен обсудить с турецкими коллегами вопрос обхода России и санкций, чтобы вот этот поток товаров как-то остановить. Но здесь вот у меня закрадывается определенное сомнение, потому что, напомню, в этом году подобный визит американского чиновника из Минфина в Турции уже был. Обсуждался ровно тот же вопрос, но, к сожалению, торговля продолжилась и более того еще и увеличилась. Но, несмотря на все проблемы со стороны наших партнеров, вооруженные силы Украины все-таки продолжают наступление и кое-где продвигаются, и здесь мы переходим к обзору ситуации на фронте. По данным Института изучения войны, украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении и имеют продвижение в сторону Новофедоровки. Это северо-восточнее Работино. Вместе с тем, Работиного, вместе с тем Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки украинские войска продолжили штурм к югу от Бахмута и наносят россиянам потери в личном составе и технике. Оккупанты опять пытались атаковать поблизости Клещеевки и Андреевки, но в ВСУ все эти атаки отразили. Вместе с тем сообщается, что украинские войска атаковали с северо-западнее Горловки, это в 25 километрах к югу от Бахмута. Вокруг Авдеевки ситуация тоже остается очень сложной. Аналитики Института изучения войны допускают, что российские войска все-таки могли незначительно продвинуться с северо-западнее Красногоровки и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине города. Хотя в Генштабе ВСУ уверяют, что украинские бойцы отразили все атаки врага вокруг города. Более того, сообщается, что украинские силы продолжают контратаковать на линии фронта в Авдеевке. В Генштабе добавляют, что оккупанты сейчас ведут самые активные наступательные действия именно на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Ну а в Британская разведка добавляют, что столь безуспешные штурмовые действия приносят лишь огромные потери для оккупантов. Ну и здесь давайте приведу цитату Британской разведки, вот как они все-таки описывают эту ситуацию. И цитата эта звучит следующим образом. В ноябре 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, среднесуточные потери российских военных составляют 931 человек в сутки. Ранее самым смертоносным месяцем для России был март 2023 года, со средним показателем 776 потерь в день в разгар российского наступления на Бахмут. То есть сейчас для них реально рекордные потери. А в то же время, по словам командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, на Купенском направлении для штурмов украинских позиций россияне используют подразделения, сформированные из бывших заключенных и экс-наемников ЧВК Вагнера. Но, по словам командующего, никаких успехов на данном направлении российские оккупанты не имеют. В частности, сейчас боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки и Синьковки Харьковской области. Ну а на Лиманском направлении враг пытается штурмовать в районе Серебрянского лесничества. Там активно применяют бомбардировочную и истребительную авиацию и вертолеты огневой поддержки. Однако силы обороны Украины наносят удары по оккупантам и в их глубоком тылу. В частности, на России утверждают, что сегодня утром беспилотники ВСУ, как они говорят, попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области. Всего в сторону завода летело как минимум два беспилотника самолетного типа. Ну и традиционно россияне заявляют о сбитии абсолютно всех дронов. Но все-таки один из дронов упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. Ну и здесь нужно напомнить, что в начале октября ударные беспилотники уже атаковали тот самый смоленский авиационный завод, на котором производят ракеты Х-59. И оккупанты тогда ровно так же уверяли, что никакого вреда эта атака не принесла. Но позже в украинской разведке все-таки заверили, что в результате удара по заводу был нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. Поэтому здесь, скорее всего, спустя какое-то время мы тоже услышим о результативности этого удара. Но давайте здесь поставлю многоточие. К этой теме мы с вами еще обязательно вернемся. Сейчас призываю вас обязательно присоединяться к нашему сбору для пограничников наших. Сейчас мы собираем на Volkswagen Amarok внедорожник, что очень важно. Теперь мы их оснащаем защитой от беспилотников. Потому что, к сожалению, оккупанты тоже научились атаковать наши объекты впивидронами. Поэтому теперь мы все пикапы, на которые собираем, мы их оснащаем антидроновой защитой. Да, это дороже, но явно жизнь наших защитников намного дороже. Поэтому по ссылке в описании, либо по QR-коду переходите на сайт Фонда24 и присоединяйтесь к нашему сбору. Кроме того, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях ваше мнение относительно той темы, которую мы обсудили. На этом все. Спасибо всем, кто доедался. И традиционно закликаю. Верьте в Украину, верьте в ЗСУ. Помогайте один одному и нашим захватникам. И тогда мы точно победим. Слава Украине! Побачимось!